МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Всегда, прежде чем возвести что-то новое, нужно поставить под вопрос авторитет уже существующего". Так говорил австрийский писатель Стефан Цвей. Давайте ставить вопросы и делать открытие вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Первый турецкий танк в истории. На выставке вооружения в Стамбуле представили рабочую модель легкого танка «Кархан». Почему страна решила отказаться от вооружения НАТО? Как выглядит танк будущего? Ну, конечно, амбиции у Эрдогана, безусловно, есть. Он хотел бы восстановить Османскую империю, ну, если не в полном объеме, то хотя бы частично. Смерт на манеже. Шокирующие трагедии на глазах у зрителей. Ради чего циркачи рискуют своей жизнью. Даже Алидилин много раз отстегивает эту защиту и, значит, и прыгает без страховки. Не лягушка, а неведомо зверушка. Самые уродливые животные планеты. Как объяснить такие чудеса природы? Замечательные мадагаскарские ребята, мурчики Ай-Ай. Это, на самом деле, прелесть, хотя они такие страшненькие кажутся. Их считают своими духами и убивают местных. За что? Огненные мумии Кабаяна. Останки вождей филиппинского племени Ибалои признали мировым наследием. В чем уникальность этих магических мумий? Мумифицирование, оно начиналось еще заживо. По Эли определенным раствором, который мумифицировал его внутренние органы. Саблезубые тигры существуют. Исследователи предположили, что малая популяция реликтовых хищников могла дожить до наших дней. Но где они прячутся? И кому удалось их увидеть? Наша земля на самом деле очень велика. И мы продолжаем открывать новые виды животных каждый день. Поэтому не удивлюсь, если смелогоны где-то ходят до сих пор. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. На выставке вооружения в Стамбуле турецкие инженеры показали свой первый футуристический легкий танк «Кархан». Машина предназначена для борьбы с пехотой. Сегодняшняя турецкая армия оснащена бронетехникой США и Германии. По мнению экспертов, появление танка «Кархан» это попытка страны прекратить импорт военной продукции. Но почему Турция, входящая в НАТО, решила отказаться от западного вооружения? И что представляет из себя первый в истории турецкий танк? Турция готовится к новым завоеваниям. К такому выводу пришли западные эксперты. Они считают, что нынешнему турецкому президенту не дают покоя лавры Ататюрка. И он тоже хочет войти в историю, как лидер, вернувший стране ключевую позицию в регионе. В одном из своих выступлений Эрдоган подчеркнул, что Турция не должна забывать о своем наследии Великой Османской империи. То есть они хотят играть более активную роль на Ближнем Востоке. В том числе там, ну, вести себя, по сути дела, так, как ведет себя Израиль. Я думаю, что желание такое есть. И у всех мусульманских стран вообще сбросить Израиль не только с пьедестала, но и в Средиземное море. Среди ближневосточных политиков это просто вековая мечта. Сегодня впервые в истории Турция создала собственную боевую машину нового поколения. Легкий танк «Кархан». Это основа летучих бронетанковых соединений для большой войны в пустынях Ближнего Востока. Легкий танк «Кархан» это пик турецкой инженерной мысли. Ученые вооружили машину всеми новейшими разработками. На башне установлена скорострельная пушка калибра 35 мм со спаренным пулеметом калибра 7,62. Оружие может программировать подрыв своих снарядов на необходимом расстоянии. Система управления огнем и углы наводки орудия должны обеспечивать возможность стрельбы как по наземным, так и по воздушным целям. В частности, вот это автоматическая пушка для того, чтобы обеспечивать поражение воздушного противника. Таких, как вертолетов на удалении не менее 5-6 км, что соответствует дальности пуска этим вертолетам противотанковых ракет. То есть, до выхода им в позицию залпа. Машину оснастили специальной защитой, которая сбивает летящие в нее ракеты осколочными снарядами. Несмотря на внешнюю компактность, «Кархан» может брать на борт до 10 человек. На крыше легкого танка есть гнездо для дрона-разведчика. Из башни выдвигается противоснайперский комплекс. Все это поможет вовремя заметить расчет с противотанковыми ракетами. В боевых порядках он будет, скорее всего, следовать за основными боевыми танками, решая задачу обнаружения и уничтожения выявленных противотанковых изъезд противника и вертолетов противника. Вот цели такие. Для сравнения, наша боевая машина пехоты имеет не одну, а четыре 30-мм пушки. По мнению западных аналитиков, такие машины необходимы Турции в первую очередь для борьбы с курдской рабочей партией. Американцы и немцы уже отказали Эрдогану в поддержке этой операции. Ну, конечно, амбиции у Эрдогана, безусловно, есть. Он хотел бы восстановить Османскую империю, ну, если не в полном объеме, то хотя бы частично. Поэтому посмотрим. Ну, в общем-то, это, я считаю, интересам России пока что не выражает. Операция «Оливковая ветвь», начатая 19 января турецкой армией на севере Сирии, должна, по мнению Анкары, сделать Турцию основным игроком на Ближнем Востоке, сбросив при этом с почетного пьедестала израильскую армию. Пятого января в Гомеле во время выступления цирковой труппы воздушных гимнастов одна из актрис сорвалась с большой высоты и упала мимо страховочной сетки. По словам очевидцев, после падения девушка не пришла в сознание. Сейчас она находится в больнице. Сами циркачи признаются, по-настоящему шокировать публику можно только ходя по лезвию ножа. Поэтому самые зрелищные трюки зачастую заканчиваются очень трагично. Кто пожертвовал своей жизнью ради манежа? И почему артисты готовы день за днем подвергать себя опасности? Внимание! Смертельный номер! Эти слова не шутка. Часто зрелищный трюк на самом деле может стать для артиста последним. Недавно в Мадриде во время уличного представления погиб акробат. Он выполнял трюк в клетке на высоте 30 метров и сорвался вниз. А это уже Москва. Гимнаст из Северной Кореи сделал 6 сальто во время прыжка и установил рекорд Гиннеса. Удивительно, но артист решил, что его приземление было недостаточно чистым. И он решил повторить попытку. Произошла трагедия. Во время приземления акробат сломал себе шею. Спасти циркача не удалось. Через несколько дней он умер в больнице. Медики не смогли спасти и артисту экстрим-шоу Анастасию Максимову. Во время выступления она упала с лошади и зацепилась ногой за стремя. Животное галопом понеслось по арене, потащив за собой наездницу. Снаменитому цирку Дюс-Алей несмотря на невероятную сложность номеров долгие годы удавалось избегать смертей. Но в 2013 году на выступлении погибла акробатка Сара Гияр-Гио. Все случилось в Лас-Вегасе. Во время исполнения номера артистка сорвалась с 15-метровой высоты. Очевидцы уверяют, перед падением она сняла с себя страховочные тросы. Но почему женщина добровольно отказалась от страховки? Постановщик трюков Александр Аншуц уверяет, во время выступления нет возможности повторить номер. Шокировать зрителя нужно с первой и единственной попытки. Хотят показать более интересную зрелищность. Зрителю хочется видеть, что действительно он исполняет. Он даже видели много раз отстегивает эту защиту и прыгает без страховки. Вот это как раз самое сложное. Если что-то пошло не так, надо иметь какие-то варианты, чтобы выйти из этой ситуации. Но неужели весь этот риск исключительно ради зрителя? Психолог Олег Журавлёв считает, дело не в аплодисментах. В акробаты и гимнасты идут люди, которые не могут жить без риска, адреналина и славы. Усложняя трюк, они в первую очередь доказывают себе и коллегам, что могут быть лучше остальных. Я думаю, гонку опасных трюков разгоняется все-таки соревновательный эффект. Конечно же, они ориентируются на свое сообщество, на свою референтную группу. То есть на группу таких же акробатов, как они, с такими же возможностями. В других странах кто-то может, а почему я не могу? И вот на слабо идет такое соревнование друг с другом. Сами циркачи не скрывают, что шквал аплодисментов втешит прежде всего их собственное самолюбие. То, что я показываю, меняет человечество. Люди любят это и хотят, чтобы я создавал необычное и уникальное что-то, что они никогда не видели. Когда я делаю опасный трюк, только в этот момент я понимаю, кто я такой. К тому же, среди циркачей очень высокая конкуренция. Если артист не будет постоянно усложнять свои номера, то просто останется без работы. Правда, не все считают, что работа в цирке смертельно опасна. Акробат Джонатан Марин уверяет, номера выглядят страшно только для зрителя. Вы начинаете с нуля, потом вы достигаете первого, второго, третьего уровня, потому что чем больше вы их делаете, тем дальше вы идете. Раз, и вот вы уже на 20 уровне. И тот, кто смотрит на вас впервые, даже представить себе не может, как вы этого достигли. Для публики это выглядит очень опасно, но для человека, который тренируется, это не опасно. Артист считает, что трагедии на арене случаются не так часто, как это может показаться. О них просто много говорят, поскольку падение всегда происходит на глазах сотен людей и десятков камер. Акробат уверен, если все делать правильно, цирк безопасен. Ты слышишь истории, в которых артист сильно-сильно-сильно травмирован, но это происходит настолько редко. Гораздо чаще в такой ситуации попадают артисты, которые выступают на улице. Вот они чаще всего и получают травмы. Конечно же, риск есть в любом выступлении, но его уровень просто ничтожный. И все-таки трагедии случаются. Несмотря на это, многие акробаты и гимнасты по-прежнему выходят на арену без страховки. Но почему? Циркачи со стажем говорят, что некоторые трюки просто невозможно выполнить со страховкой. Порой она лишь увеличивает риск. Артист может запутаться в ней и погибнуть. Далее в программе. Не лягушка, а неведомо зверушка. Самые уродливые животные планеты. Как объяснить такие чудеса природы? Замечательные мадагаскарские ребята или мурчики Ай-Ай. Это на самом деле прелесть, хотя они такие страшненькие кажутся. Их считают своими духами и убивают местных. За что? Исключительная мера. Почему власти США не отказываются от смертной казни? Кого и за что убивает американский закон? Столько у них были истории, когда люди чуть ли не сгорали в электрическом кресле. Это, конечно, малоприятная картина. Милосердие Третьего Рейха. Нацистская программа эвтаназии Т-4 погубила 70 тысяч немцев. Кого они убивали и как закончилась программа Т-4? И если он неизлечим, зачем его нужно лечить? Это просто бесценное расходование народных денег. Саблезубые тигры существуют. Исследователи предположили, что малая популяция реликтовых хищников могла дожить до наших дней. Но где они прячутся? И кому удалось их увидеть? Наша земля на самом деле очень велика. И мы продолжаем открывать новые виды животных каждый день. Поэтому не удивлюсь, если смелагоны где-то ходят до сих пор. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американского мастифа Марту признали самой некрасивой собакой в мире. Её красные белки глаз и складки на теле очаровали судей. В США ежегодно проходит конкурс на звание самой уродливой собаки планеты. Здесь косоглазие, облысение и кривые лапы считаются достижением. В мире обитает огромное количество существ, чья внешность шокирует. В интернете пользователи даже составили свой рейтинг самых уродливых животных планеты. Какое существо внешне напоминает человеческий мозг и почему родственники обычного крота похожи на инопланетных чудовищ. О боже, посмотрите на это! Какой огромный! Недавно в одном из парков Ванкувера в Канаде началась настоящая паника. Посетители обнаружили существо, похожее на инопланетянина. Мшанки очень своеобразные животные, они первичные эти роты. Это из множества организмов, это не один организм, потом их очень много, они такие меленькие. Создают биомассу, живут они на этой биомассе, приспособлены, что с воды они там получают питательные вещества. Мшанку, напоминающую своим видом человеческий мозг, пользователи интернета поставили в конец списка самых некрасивых животных планеты. Биологи заявляют, не красота, а выживание требует жертв. Приспосабливаясь к окружающей среде, многие животные приобрели весьма необычную внешность, и она действительно может шокировать. На пятом месте ужасного черта крот звездонос. Жуткие на вид кожаные наросты на морде, похожие на щупальца, помогают животному ориентироваться в пространстве. Биологи считают, будь эти зверьки крупнее, они вполне могли бы охотиться и на людей. При помощи мощных челюстей эти грызуны убивают добычу всего за 4 секунды. Благодаря своим отросточкам носовым, он обладает уникальной способностью. Это самый быстрый хищник в мире. Он настолько быстро работает, пальпирует, ощупывает все, что человеческий глаз этого не видит. По словам специалистов, именно среда обитания во многом диктует внешний облик животного. И одни из самых причудливых представителей фауны находятся именно под землей. На четвертом месте в списке ближайший сосед крота звездоноса. Я землекоп. Голый. В смысле меня зовут голый землекоп. Голый землекоп уникальный вид. У него нет шерсти, ушных раковин, и он практически не чувствует боли. Еще одна феноменальная особенность долголетие. Эти животные никогда не болеют раком и потенциально бессмертны. Вот они живут гораздо дольше, фактически говорят, они не стареют. Сейчас одно из направлений науки это разгадка их существования, их эволюция шла вот в этом направлении. Третье место уникальный обитатель Мадагаскара. Глазастый зверек Ай-Ай или мадагаскарская руконожка. Эти маленькие зверюшки, которые умещаются на ладошке, прекрасно выживают в труднейших условиях. Это как уродство, нет? Или вот замечательные мадагаскарские ребята, они мурчики Ай-Ай. Это на самом деле прелесть, хотя они такие страшненькие кажутся. Их считают своими духами и убивают местных. За что? На лидирующих позициях чарта самых уродливых животных планеты оказались мутанты. Почетное второе место занял пятиногий ягненок, недавно родившийся в Великобритании. Ветеринаров поразил факт. Животное не только здорово, но и может уверенно ходить и бегать, используя все конечности. Такие уродства, которые возникают при эмбриогенезе, врачи убивали сразу, как только. Теперь вот многие разводят, доводят до взрослого состояния. Удивительно, но первое место в списке самых некрасивых животных досталось коту. Этот двуголовый котенок родился в США. У животного два рта, два носа и три голубых глаза. Но это ему абсолютно не мешает. У малыша свой сайт и масса подписчиков в соцсетях. Американец Энтони Аллен Шор, известный как Жгутовый убийца, стал первым человеком, казненным в штате Техас в этом году. Его приговорили к смерти за убийство 21-летней девушки, совершенной им более четверти века назад. Сегодня смертная казнь исключительная мера наказания. Запрещена во многих странах мира, включая Россию. Удивительно, но США главный поборник прав человека и демократии от нее не отказываются. Но почему? Почему именно в штатах настоящий культ смертной казни и самое большое разнообразие способов убийства осужденных? США Ромель Брум, осужденный за изнасилование и убийство 14-летней девочки, приговорен к смертной казни. Причем повторно. В прошлый попыток медики так и не смогли ввести смертельную инъекцию. С моим отцом поступили ужасно. Даже если он длинновен, нельзя так казнить человека. Дело дошло до того, что адвокат Брума подала апелляцию в Верховный суд. Она считает, в случае ее подзащитного казнь превратилась в пытку. А это противоречит Конституции США. Однако доводы не были приняты во внимание. Решение суда казнить Ромеля Брума во второй раз. Приговор будет приведен в исполнение через два года. Когда вводят лекарства, препараты человеку определенным, который сначала вводит в кому, потом останавливает сердце. Бывает на некоторых людей не действует лекарство. Люди начинают в огонь кричать, биться. И такие случаи там постоянно. Похожая история в Америке произошла в 2014-м. Казнили обвиненного в убийстве и изнасиловании Клейтона Локета. Ему несколько раз вводили в вены смертельный коктейль, но яд на приговоренного не действовал. Мужчина мучился от сильнейшей боли почти 40 минут. Затем его сердце не выдержало. Он умер от инфаркта. В 1985-м году в американском штате Индиана приговоренный к смертной казни Уильям Вендивер пять раз подвергался ударам тока. В итоге он умирал целых 17 минут. Сейчас в США в случае если приговоренный выживает после третьего минутного разряда, смертная казнь отменяется. Током у них были истории, когда люди чуть ли не сгорали в электричественном кресле. Каждый человек по-разному реагирует на электричество. Если кого-то ток может убить, то некоторые люди умирают или смерть очень мучительная. В штате Юта был принят закон, согласно которому вместо инъекций и электрического стула можно применять расстрел. В законодательстве Делавера даже сохранилась виселица как альтернатива инъекции. Смертная казнь применяется во многих странах Африки и Азии. Но единственной западной страной, где до сих пор практикуют высшую меру наказания, остается Америка. Так почему же государство, поборник демократии и прав человека, до сих пор не ввело мораторий на смертную казнь? Верховный суд Америки признал смертную казнь противоречащей Конституции еще в 1972 году. Десять лет в США никого не казнили. Однако ряду штатов такое решение не понравилось, и они стали менять законодательство, чтобы разрешить смертную казнь по новым правилам. В 1976 Верховный суд признал конституционными законы ряда штатов, предусматривающие смертную казнь. Они говорят, ребят, да, у нас на федеральном уровне мы осуждаем, и мы требуем, вот мы федеральная власть Соединенных Штатов, чтобы вы тоже никого не казнили. Но извините, со своими штатами мы сделать ничего не можем. Мы федерация. Всего с 1977 года в США были казнены 598 человек. По словам юристов, точное число судебных ошибок неизвестно. После исполнения приговора улики уничтожаются, и доследование становится невозможным. Однако 156 приговоренных к смерти суд оправдал до исполнения приговора. Меня арестовали в 1991. Да, я лгал полиции, но просто я боялся. А они сразу решили, это сделал ты. Это Ник Ярис. Он провел 8057 дней в камере смертников в ожидании даты своей казни. Ему грозил электрический стул за изнасилование и убийство женщины, которую он никогда в жизни не видел. В 2004 году адвокаты доказали, что Ник не виновен. Сегодня он живет в Йовеле, и у него четверо детей. Далее в программе. Доктор Сатана, французский врач, убивший 60 евреев в годы Второй мировой войны. Что двигало маньякам, и почему его искали и союзники, и немцы? Шокирующее количество убитых людей, потому что точное число жертв подсчитать так и не смогли. Он был врач, и врач, который приносил смерть. Огненные мумии Кабаяна, останки вождей филиппинского племени Ибалои, признали мировым наследием. В чем уникальность этих магических мумий? Мумифицирование, оно начиналось еще заживо. По или определенным растворам, которые мумифицировали его внутренние органы. Саблезубые тигры существуют. Исследователи предположили, что малая популяция реликтовых хищников могла дожить до наших дней. Но где они прячутся? И кому удалось их увидеть? Наша земля на самом деле очень велика. И мы продолжаем открывать новые виды животных каждый день. Поэтому не удивлюсь, если смелодоны где-то ходят до сих пор. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У берегов Тасмании команда дайверов обнаружила новую популяцию самой редкой в мире рыбы – тимиктисполитус. До недавнего времени ученые считали, что на планете осталось не больше 40 особей этого вида. Однако, благодаря находке ныряльщиков, океанологи смогли установить еще одно место обитания этих существ. От всех прочих представителей своего класса тимиктисполитус отличается неумением плавать. Эти рыбы передвигаются с помощью плавников, отталкиваются ими от дна. В Швейцарии создали экзоскелет руки, управляемый мозговыми импульсами. В комплекте с роботизированной кистью идет мягкий шлем с электродами, управляющий блок и пять металлических кабелей. Протез легко собирается и мало весит. По задумке создателей, он поможет пациентам с травмой спинного мозга частично восстановить подвижность. Французы представили новинку – летающий Сегвей. Небольшую платформу, оснащенную реактивными двигателями. В основе разработки так называемый хаверборд – летающий скейт без колес. Гаджет испытали в Техасе. Пилотом воздушного Сегвея стал руководитель компании-разработчика. Ранее он уже устанавливал рекорд по дальности полета на прототипе воздушного Сегвея. Мужчина преодолел два километра и смог подняться на высоту 50 метров. Прокуратура Франкфуркта на Майне отдала под суд последнего из оставшихся в живых охранников концлагеря Майданок. 96-летнего немца обвиняют в пособничестве в убийстве заключенных. На момент совершения преступления мужчине было 22 года, но следствие уверено, он принимал непосредственное участие в так называемой операции «Праздник урожая» расстреле 17 тысяч евреев. За всю послевоенную историю международный трибунал осудил тысячи нацистов. Но больше всего историков поразило дело Марселя Петтио французского врача. На его совести десятки убитых евреев, тела которых он сжигал в собственном доме. Каким пыткам садист подвергал своих жертв и зачем он это делал? И как ему удавалось годами скрывать следы своих преступлений? Марсель Петтио, чье второе имя доктор Сатана. Все, что осталось от его жертв это горы пепла. Но прежде чем отправить людей в печь, французский врач подвергал пациентов мучительным пыткам. Марсель Петтио это один из самых известных французских убийств 20 века, шокирующее количество убитых людей, потому что точное число жертв подсчитать так и не смогли. Он был врач, и врач, который приносил смерть. Во время оккупации Парижа нацистами Петтио неплохо зарабатывал на поддельных справках для французов, не желавших отправляться на работы в Германию. Но главным его бизнесом стала подпольная организация, якобы переправляющая людей за границу. Беженцы целыми семьями приходили в дом Марселя Петтио, платили ему огромные деньги, однако вместо новых паспортов и шанса на спасение получали от доктора порцию яда. Им говорилось, что аргентинские, бразильские, португальские власти, они требуют отметки в документах о какой-то прививке противоинфекционной. И вот доктор как раз готов эту прививку сделать и сделает эту отметку. Доктор вводил и эмоционид в какие-то моменты от Курара. 11 марта 1944 года в полицию обратились соседи доктора Петтио. Они уверяли, вот уже несколько дней из трубы дома номер 21 по улице Лесюэр валит черный дым с отвратительным запахом. Прибывшие на место полицейские выломали дверь. И то, что они увидели, повергло их в настоящий ужас. обнаруживают в подвале этого дома остатки трупов, в том числе расчлененных, в том числе сожженных. Обнаруживают огромную печь, где были обнаружены останки этих людей. 63 расчлененных трупа, горы скелетов и 15 килограммов обугленных останков. Обнаруженного в подвале было достаточно, чтобы немедленно заключить хозяина дома под стражу. Однако Марсель Петтио гордо заявил, это тела сотрудников гестапо, а сам он якобы является тайным бойцом сопротивления. Этот человек очень спокойно, нагло говорит о том, что это точка, явка сопротивления, что здесь уничтожали предателей, которые работают, коллаборационистов, которые работают с нацистами, поэтому лучше вы, господа, отсюда убирайтесь. И они убрались. Звучит невероятно, но Марсель Петтио остался на свободе. Однако дело доктора Сатаны не было закрыто, и однажды в нем появились новые улики. Несколько месяцев подряд полиция Парижа вылавливала из сены расчлененные трупы. На всех делах была одна и та же странная рана. Когда этот так называемый доктор занимался расчленением трупов, людей, которые у него оказались, он просто, когда хотел отдохнуть, втыкал в капель бедро своих несчастных жертв. И вот именно по всем этим меткам была произведена идентификация тех трупов, которые он бросал сначала в сену, и теми трупами, которые были обнаружены у него в доме. Доктора Сатану объявили в розыск, и вскоре в парижском метро полицейский остановил человека, как две капли воды, похожего на Марселя Петтио. Вот только задержанный предъявил документы на совсем другое имя, сотрудника контрразведки капитана Анри Валери. Петтио сумел раздобыть документы на имя погибшего офицера французской армии, капитана, который действительно был одним из агентов сопротивления. И вот по этим подложным документам Петтио умудрился просочиться вновь создаваемую контрразведку французской республики. И в течение еще нескольких месяцев, уже теперь будучи представителем власти, он продолжал заниматься грабежами, шантажом бывших коллаборационистов. Однако неожиданно для всех Петтио сдал его младший брат. Доктора смерть арестовали. На суде он признался далеко не во всех убийствах, но зато в подробностях рассказал, как вводил своим жертвам яд, раздевал и переносил их в конюшню, где опускал в яму и засыпал негашенной известью. А когда места там не осталось, он начал перетаскивать трупы в подвал, где затем расчленял их и сжигал. Но почему он убивал и на чьей стороне сражался? Суд исходил из того, что это человек, который таким вот образом в условиях оккупированной Франции он на этом наживался, получая деньги с этих несчастных людей и, естественно, забирая те драгоценности, какие-то другие вещи, которые они пытались с собой вывезти. Полиция сумела доказать причастность ПТО лишь к нескольким десяткам убийств, но истинное количество жертв доктора Сатаны так и не было установлено. В марте 1946 суд признал его виновным, а спустя два месяца ПТО казнили. Ему отрубили голову. Саблезубые тигры не вымерли. Такое заявление сделали ученые Потсдамского университета. Исследователи обнаружили останки древнего животного и провели генетическую экспертизу. Анализ показал, легендарные тигры продолжали жить в Европе еще 10 тысяч лет назад. Они исчезли с лица земли 300 тысяч лет назад, как считалось раньше. Некоторые специалисты предполагают, что возможно, эти редкие животные дожили до наших дней. Но если саблезубые тигры до сих пор существуют, то где они обитают? И кому удалось их увидеть? Известный французский охотник и криптозоолог Кристиан Ленуэль много лет провел в Центрально-Африканской республике, а в конце 90-х годов прошлого века устраивал для туристов сафари недалеко от озера Чар. После очередной такой поездки Ленуэль заявил, что своими глазами видел саблезубого хищника. В качестве доказательств охотник показал пещеру, в которую животное утащило добычу. Этот тигр, по словам Ленуэля, без особых усилий унес 300-килограммовую антилопу. Возможно ли, что кошки, которые сегодня существуют, имеют такие же большие зубы? Конечно, вполне возможно, но, скорее всего, их зубы уже не такие длинные, как были раньше, поскольку на сегодняшний день они не так эффективны, как короткие. В этом просто нет надобности, нет такой добычи. Такой версии придерживаются некоторые палеонтологи, ученые из Потсдамского университета доказали, еще 10 тысяч лет назад саблезубые тигры продолжали жить на земле, а значит, они смогли адаптироваться к резким климатическим изменениям на планете. По мнению некоторых экспертов, это доказывает, что они действительно могли дожить и до наших дней. Наша земля на самом деле очень велика, и мы продолжаем открывать новые виды животных каждый день. Мы находим новых насекомых и новые разновидности обезьян, ящериц и еще огромное количество существ. Поэтому не удивлюсь, если смелодоны где-то ходят до сих пор. Этот зверь идеальный убийца, сильный, ловкий и быстрый. Во время охоты он нападал на жертву за считанные секунды, наносил ей смертельные раны, а потом плыками, будто охотничьим ножом, стирал с нее шкуру. смелодоны были одними из самых крупных представителей отряда кошачьих. Это очень мощные, очень опасные животные. Во время охоты они ложились на землю, прячась в высокой траве и выжидали, пока добыча пройдет мимо, а затем нападали. Исследования показали, смелодоны, или как их еще называли саблезубые тигры, достигали в длину двух с половиной метров и весили около двухсот, а то и трехсот килограммов. При этом их смертоносные клыки вырастали до 30 сантиметров, а пасть раскрывалась на 120 градусов. Зверябой кошке была по зубам любая добыча, даже мамонт. Современные, например, тигры, они открывают пасть где-то чуть больше 60 градусов. Очень многие считают, что саблезубые тигры это прямые родственники современных тигров. Но вообще-то это не так. Это слепая ветвь. Конечно, это хищные животные, но они ближе, я бы даже сказала, наверное, к львам были по каким-то особенностям строения. Сегодня ученые предполагают, возможно, на Земле и правда осталось несколько десятков саблезубых тигров. Вот только полноценной популяцией это назвать нельзя. Чтобы пройти весь жизненный цикл и при этом оставить потомство, смелодонов должно быть намного больше. Иначе их участь предрешена. Далее в программе. Милосердие Третьего Рейха. Нацистская программа эвтаназии Т-4 погубила 70 тысяч немцев. Кого они убивали и как закончилась программа Т-4? Если он не излечил, зачем его нужно лечить? Это просто бесцельное расходование народных денег. Огненные мумии Кабаяна. Останки вождей филиппинского племени Ибалои признали мировым наследием. В чем уникальность этих магических мумий? Мумифицирование начиналось еще заживо. По определенным растворам, которые мумифицировали его внутренние органы. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. История Третьего Рейха повторяется. В Канаде все чаще больных людей вместо лечения подвергают эвтаназии. Чиновники считают, такие методы могут сэкономить стране 139 миллионов долларов в год. Примерно такие же подсчеты были и у нацистов. В рамках программы Т-4 с 1939 по 1941 годы германские врачи подвергли эвтаназии больше 70 тысяч человек и сэкономили более 885 миллионов марок. Кого убивали немецкие гуманисты? И как завершилась программа Т-4? В феврале 2015 года Верховный суд Канады узаконил эвтаназию. Главное условие добровольное согласие пациента. Однако общественный активист Кейт Келли утверждает на самом деле это медики решают кому жить а кому умереть. По словам Кейт именно так врачи поступили с ее матерью. Я сидела с матерью 6 дней пока она не умерла от обезвоживания и голода. Медсестры в доме престарелых где она находилась заявили что моя мать не страдает и что они видели более 200 человек умирающих таким образом. Мы в Канаде платим большие налоги на бесплатную медпомощь но видимо этого мало. Исследование показывает эвтаназия сэкономит Канаде 139 миллионов долларов в год. Похожая ситуация сейчас и в больницах Великобритании. Группа медиков даже написала открытое письмо в редакцию газеты Телеграф. Они утверждают в их стране так же как и в Канаде безнадежным больным применяется так называемый Ливерпульский план ухода. Пациентов перестают поить, кормить и давать им лекарства экономя таким образом бюджетные деньги. Такая же идеология была у нацистов. 1 сентября 1939 года Гитлер подписал документы о начале жуткой операции Третьего Рейха Т-4. Фюрер приказал очистить арийскую расу от людей не способных дать здоровое потомство. Сначала больных стерилизовали, но затем было решено перейти к более радикальным мерам. В частности заявлял, что больной за время жизни в среднем обходится германскому народу, германскому налогоплательщику порядка 60 тысяч рейхсмарок. И если он не излечим, зачем его нужно лечить? Это просто бесцельное расходование народных денег. Сразу после запуска программы к Гитлеру обратились некие супруги к Найры с просьбой усыпить их сына, страдающего от неизлечимого заболевания. В клинике Лейпцига мальчику вкололи смертельную дозу снотворного. После этого случая убийство инвалидов поставили на поток. Инвалиды войны и впоследствии и представители других этнических групп, частки евреи, цыгане, прежде всего эвтаназии подвергали младенцев. Решение об убийстве детей-инвалидов принималось без согласия родителей. Детей умершвляли в специальных клиниках смерти, а родителям присылали уведомления, что ребенок скончался от воспаления легких. В рамках программы уничтожали не только инвалидов, но и неизлечимо больных, а также людей с воспалением легких или туберкулезом. Врачи СС не щадили ни детей, ни стариков. СС считалось убивать проще и дешевле, чем лечить. Когда эти заработали на полную мощь крематория, люди, конечно, не могли это не заметить. Появились, так сказать, какие-то вопросы, поэтому там корректировали эту программу, что-то перемещали и так далее. То есть это население абсолютно об этом не знало. Программа Т-4 в Третьем Рейхе была запущена в первую очередь для экономии средств. За два года нацисты убили более 70 тысяч человек. Врачи СС даже официально отчитывались перед фюрером. Цитата. Учитывая, что неполноценные особи прожили бы минимум 10 лет, Рейх сэкономил 885 миллионов 439 тысяч 800 Рейхсмарок. Массовые убийства возмутили жителей Германии. И в августе 1941 года программа Т-4 официально была закрыта, но только на бумаге. Убийства продолжались в еще большем масштабе. Были установлены критерии отбора неполноценных людей. Прежде всего это шизофрения, эпилепсия, энцефалит, слабоумие, старческое слабоумие. Парализованные больные тоже подлежали эвтаназии. Пациенты с диагнозом болезни Ханнингтона, а также психически больные люди, которые не способны были заниматься физическим трудом, то есть бесполезны для режима. В Нидерландах закон об эвтаназии ввели еще 17 лет назад. С тех пор более 5500 человек покончили с собой при помощи смертельной инъекции. В Бельгии в 2014 году был принят закон, разрешающий эвтаназию для детей, начиная с 12 лет. В том же 2014 году в США пытались рассмотреть закон об эвтаназии нищих. Однако общественность возмутилась и о нем благополучно забыли. Мне кажется, что экономическая идея не должна быть самой главной. Я думаю, что если мы говорим о правах личности, то по крайней мере декларируем это, то вот только с этой позиции мы должны заходить, что человек должен иметь право распоряжаться своим здоровьем. По мнению футурологов не исключена вероятность, что в будущем эвтаназии подвергнутся все люди, достигшие определенного возраста или потерявшие трудоспособность. Точно так же, как в Третьем Рейхе. Международная ассоциация туроператоров составила рейтинг самых жутких мест на планете. Тройку лидеров замыкает высокогорный район Филиппин Кабаян. Здесь, в пещерах, хранятся уникальные так называемые огненные мумии и сушенные тела людей, согнутые в позе эмбриона. Их датируют примерно 13 веком. Все останки помещены в специальные камеры, напоминающие собой очень маленькие овальные гробы. Но кем были эти люди при жизни? И почему ЮНЕСКО признало эти останки всемирным наследием? Это не декорации фильма ужасов. Самые настоящие мумии. Местечко Кабаян на Филиппинах называют деревней мертвецов. Возраст некоторых останков более двух тысяч лет. Для туристов эти мумии как парк аттракционов. Однако, по словам антропологов, застывшие на мертвых лицах гримасы на самом деле свидетельствуют об ужасе, испытанном людьми перед смертью. Мумифицирование, оно начиналось еще заживо. То есть, человека сначала ему очищали кишечник, потом его поили определенным раствором, который мумифицировал его внутренние органы. То есть, они неупокоены, они умирали, умирали мук, и как бы так оставили выражение эмбриона. Эти мумии высшая каста племени Ибалои. В начале 20 века их случайно обнаружили испанские дровосеки. До этого момента захоронения держались в строжайшей тайне. Но стоило европейцам найти усыпальницу, ее практически сразу стали разворовывать. Вау! Я и представить не мог, что здесь. Это ребенок? В одной пещере находится до 50 тел. Отличительная черта этих мумий все они согнуты в позу эмбриона. С точки зрения самой архаичной неолитической мифологии пещеры это чрево матери земли. Склеп это то же самое что пещера. Значит человек должен уйти туда откуда он родился в том же положении в каком он родился. В 70-е годы прошлого века антропологи из Ливерпульского университета пытались выяснить каким образом Ибалои смогли мумифицировать тела вместе с внутренностями. Считалось, что пищеварительный тракт человека печень и легкие высушить невозможно. Перед смертью когда человек на теле не больно ему дают пить очень солевой раствор. Ну он к сожалению выпивает это и это помогает сохранять так сказать его тело. Чтобы высушить труп изнутри через рот в него запускали дым трав с большим содержанием эфирных масел. Затем мумию помещали в небольшой овальный гроб из дерева и ставили в пещеру или на перекрестье дорог куда потомки приходили поклоняться умершим. Мощи они приняты во многих религиях и во многих культах они были приняты всегда. Считалось, что мощи просвещенного человека они несут определенную информацию которая устойчива в данном информационном периоде которые могут приносить определенные вещи опять-таки материальные уже будущим людям каким-то будущим потомкам. Сейчас местные жители без страха показывают останки своих предков. для них это заработок и повод для гордости а вот для посторонних если верить преданиям соприкосновение с огненными мумиями Кабаяна может быть смертельно опасно. В 1919 году местный пастор украл мумию вождя Ибалои Апо Анну умершего 500 лет назад. Кожу трупа покрывали замысловатые татуировки. Священник продал свою уникальную находку. По легенде мумия жестоко отомстила нарушителям ее покоя. Кто-то погиб, кто-то спился, кто-то заболел, кто-то трагически исчез, кто-то оказался в психиатрической больнице. Огненную мумию вождя доставили в Испанию. Там около 60 лет ее демонстрировали в музее. За это время он пять раз загорался, а посетители регулярно получали травмы. После очередного возгорания в зале с мумией испанские чиновники поверили в ее проклятие. В 1984 году Абу Анну вернули на Филиппины. Но почему энергетика останков так разрушительна? То есть основным консервантом там все-таки являлась соль. То есть ели сильно концентрированные соляные растворы эти люди и потом их тела выпаривались в соли. То есть что такое соль? Это на самом деле самое древнее образование, которое существует на Земле. То есть это кристалл, который хранит в себе достаточно много серьезной информации от сотворения каких-то цивилизаций еще. 200 лет назад филипинцы знали секрет мумификации. Однако теперь он считается безвозвратно утраченным. Существует версия, что многочисленные татуировки наносили на тело человека незадолго до его кончины, чтобы он не заплутал в царстве мертвых. Это было сделано именно для развития собственного пленения. То есть так, как все человечество делает для развития собственного рода. И поэтому, естественно, стояли охранные символы и знаки. То есть вынося, и об этом все люди были предупреждены, вынося это, ты включаешься в какой-то другой энергетический поток. Сейчас в филиппинских горах осталось менее трехсот огненных мумий Кабаяна. ЮНЕСКО признала их всемирным наследием и взяла под охрану. Восемь тел из музеев и частных коллекций уже вернули на родину. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Саммерсет Моэн. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу Загадки человечества. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова